всем привет сегодня хочу рассказать вам как мы провели наш небольшой отпуск побывав в америке без визы и под конец лета по уши влюбились в одно из озер в манитобе первая часть поездки была на юг манитоба и заняла нас от дома до американской границы в общем 6 с половиной часов так что же это за место такое где можно попасть в сша без визы это международный сад мира ботанический скульптурный парк разделены на две страны в котором ты можешь находиться как на оазисе и не быть обременен никакой бюрократии все же в америку ты попадаешь только на разрешенную часть но сам факт нахождение в другой стране и видеть эту формальную границу это незабываемое ощущение особенно для свежих эмигрантов сейчас на видео вы можете видеть то что наверное произвело на меня больше всего впечатления это разделение между деревьями уходящая и видимая на километры вперед что и являются границы между сша и канадой если посмотреть на карту то вы увидите что почти 90 процентов граница между этими странами это ровная полоса стоимость посещения этого парка 10 долларов со взрослого 5 с ребенка и дети до 5 лет бесплатно в парке есть пограничные столбы и также некоторый отрезок границы оформлен в виде такой речки саду действительно богатая природа и много различных скульптур также есть закрытый сад с пальмами и кактусами туда вход по пять долларов также у вас есть уникальная возможность посмотреть обломки башен близнецов которые были разрушены 11 сентября в нью-йорке что же мы провели там около трех часов и по выезду из парка ты поворачиваешь в канаду налево в америку направо на паспортном контроле нужно будет дать загранпаспорта либо водительские права карточки перманентного резиденции что у вас там есть на каждого присутствующего в машине включая детей а это называется мульвейк не знаю может это название придумали зимой потому что когда озеро заношено очень сильно похоже на луну действительно это тоже манитоба мы здесь сейчас крадемся потому что боимся видеть медведя здесь рыбачит наш родственник и они видели медведя когда они отплыли на лодке они видели медведя который здесь лазил поэтому мы немножко на пол согнутых передвигаемся скажем так здесь там у них хранилище с деревом который можно жить можно делать барбекю куча всякой информации по тому как пользоваться этой территории что можно делать что нельзя делать так обожаю эти деревья по дороге мы встретили только индюков были конечно надежды на медведей но индюков мы тоже в дикой природе никогда не видели еще это было первый раз вот мы уже в парке прекрасного clear lake это огромная территория с коттеджами дорожками для пеших прогулок маленькими кафе и локальными магазинчиками как в деревне все это работает на благо такого курортного гиганта еще канадцы называют это место манитобским банфом если вы еще не знакомы с банфом то посмотрите чьи-то видео про это место потому что мы там еще не были но конечно же наслышанным за время отдыха мы встретили довольно много людей на велосипедах поэтому неудивительно что кроме держателей парковок для двухколесных тут можно было встретить также станции для подкачивания шин прогулочный катер конечно не работала когда мы приехали я покажу вам его ближе немножко позже теперь поставьте это видео на паузу и попробуйте найти на этой стене бабочку причина по которой она там находится это то что архитектору строившему этот мост не разрешили ставить автограф под своим детищем но он решил все ровно его поставить но сделала вот таким образом чтобы это не бросалась в глаза также можно здесь поплавать на вот таком пароме двухэтажном там есть ресторанчик или кафе или просто питание или просто питье сейчас не на посмотрим он туда вот плавает вдаль туда за в ту затолку так сказать и вот так это все выглядит здесь вокруг сейчас ограждено вот этими желтыми баллонами пенопластами не знаю что там внутри показано здесь вот на вот этой нотатке что почему происходит вот можете почитать и не посмотрите штраф 25 тысяч долларов максимальный штраф за то что вы нарушите эти условия так вот туда набираются люди и по-моему там все это происходит это поездка 40 минут или даже дольше сейчас я вам покажу что есть них меня так вот тут написано что здесь есть у них в меню что можно заказать всякие тарелки вот мы обязательно мы не знали что он будет не работать поэтому мы все равно приехали но обязательно все в следующий раз мы приедем и попробуем на нем покататься надеюсь мы следующий раз приедем не опять в такой период как то путь закрылись очень много разной информации как я же говорила что они везде какие-то постеры баннеры размещают так в двадцать четвертом году запретили вот вы можете видеть все виды транспорта лодочного так сказать это туалет женский мужской там еще души здесь у нас мусорки специальные мусорки от медведя везде в парках и в ближайшем лежащих территориях видите нужно вот так поддеть внутрь руку засунуть и тогда вы нажимаете там что то что вы можете потом открыть мусорку все так просто тянуть она не откроется а это примерно ассортимент всех магазинчиков которые здесь находятся это разные сувениры разные одежды с символика этого места также карты книги и так далее еще здесь можно найти разные смешные интересные статуэтки чашки и даже не понятно по какой причине здесь находились эти конфетки наверное чтобы люди развлекались на территории парка обязательно есть оборудованные гриле и дрова которые можно брать не ограниченном количестве также есть все чтобы их там же на месте и порубить вот такая интересная установка вы когда-нибудь такое видели такие здесь еще вот локации для того чтобы с фотографией картофируется канадский стульчик посмотрите какие цвета же в парке есть несколько музеев и один из них можно назвать музеем природоведения там показаны рассказано местных зверушках их жизненном устрое и находится он возле центральной парковки где также проходит улочка с магазинчиками кафе и этими маленькими отельчиками вход в него бесплатный и и и и и Продолжение следует... Смотрите, какое разнообразие цветов. Не просто клумба какая-то красивая, охоженная. Вот эти цветы выше моего роста. И так прикольно, что здесь пострижный газончик сразу. И вон там еще разноцветия всякая, разнотравья. Что прикольно, что они как бы вас создают. Делают клумбы из тех растений, которые здесь естественным образом растут. Как вы уже поняли, там стояла пианино и постоянно кто-то играл на нем. Также там есть кинотеатр. И мы его посетили. Это было незабываемое ощущение, как будто ты находишься в лагере. И напоследок покажу вам комнату, в которой мы оставались второй раз. Первый раз, к сожалению, я не сняла. Там отель был намного лучше, как оказалось. Когда мы остановимся там еще раз, то я вам обязательно сниму. Это трехзвездочный отель. Я буду напоминать это не раз. И сама себе буду пытаться напомнить это каждый раз, когда буду видеть что-то. Но, в общем, ремонт здесь, ну, такой. Он свеженький, но он достаточно ушатанный. Кажется, что, в принципе, все такое новое. Но если смотреть поближе, то видно, что достаточно много людей здесь проходит. И, как бы, вон уже там все пошарпанное. И достаточно, я бы сказала, плохая здесь уборка. Постели чистые, полотенца чистые, посуда чистая. Ванная была вытроенная, вылезная отлично все. Как бы такого там ничего, что ты прям переворачиваешь подушку, у тебя куча волос. Такого не было, конечно. Но, типа, вот мы видим, как бы, все вот это сейчас отлично видно на солнышке. И вот там куча мусора было под столиком. Ну, не мусора, 40 крошек, как бы. Это да. То есть уборка не очень хорошая. Окошки тоже все грязненькие. Окошки сами, окна старые. То есть в доме делали реновацию в этом здании. Но окошки сами старенькие. Но они свою цель, свое предназначение выполняют, скажем так. Но как снутри, изнутри, так и снаружи они грязные. Снаружи, как бы, претензий нету. Но изнутри хотелось бы, да, почище. Также здесь мы приехали, уже было там. Пятнышки были на стекле. Но, в принципе, тоже, как бы, еще айфон скрашивает картинку. Молодец, конечно, но не в этот раз. В общем, также здесь очень сильная слышимость. А теперь перейдем к хорошему. Все такое, как вы можете видеть, стильненькое. Это мы там просто полотенце повесили. Приятно глазу, если вычесть, как бы, уборку. Может быть, нам попалась такая уборщица. В принципе, может, в других номерах с этим проблемы не было. Много освещения разного. Что мне еще не понравилось, это... Забыла сказать. Ну, что это за прикол? Ну, смотрите, видите, наверху вот оно, наверное, было вот так. И они просто вырезали кусок и поставили здесь раковину. Почему нельзя было сделать, ну, как бы, вот так? Оставить раковину в туалете с ванной? Ну, это очень странно. Вот еще почему не заделали эти рубильнички? Эти почему не поставили маленькую, аккуратненькую? Какую-то, не знаю, картинку хотя бы повесили. Просто закрыть. Ну, реально так портят интерьер. Они так постарались, так хорошо получилось, все красиво. И такие мелочи. И по поводу вот этой раковины, там внутри в душе нет раковины. И там лейка душевая, она как бы приделана сверху. И она так шурует там вода с нее, что я думала, меня унесет просто к стене. Вобьет меня в стену. И как бы второй вариант почистить зубы или помыть руки, это только здесь. Ну, кроме рук. Сначала, когда я зашла, мне очень понравилось. Я люблю всякое такое интересное, необычное. Но, блин, это оказалось просто жесть. У них очень классные лосьоны для тела. И мыло прикольно пахнет. Но достаточно плохо. Мылится на самом деле, что гель на душу, что мыло. Шампунь не пользуйтесь. Если вы будете в этой сети отелей, не пользуйтесь их шампунями. Потому что волосы после них как будто маслом помытые, как будто кокосовым маслом ты их намазал, помыл после этого голову. И вот она вроде чистая, но оно все прядями берется и ужасно выглядит. Мы использовали, естественно, одну кровать. И номер был с двумя, потому что просто это все, что осталось. У них там у нас как бы утюг. Еще минус здесь, что нету фена. Вот, что еще мне не понравилось. На кухне она полная запаковка, скажем так. Напакована по полной. Здесь было четыре капсулы на спрессо. Мы уже выпили. Очень нам понравился этот кофе. Но домой брать это, конечно, опасно. Потому что мы будем пить кофе каждые десять минут. Тут есть вот посуда. Даже вот такие стаканчики, чашки для чая. Тут есть другой кофейник. И вот тостер с чайником электрическим. Также есть плита. И для плиты есть вот кастрюльки, сковородка. И куча вот такого всего. Такой большой набор. Также здесь холодильничек. Достаточно вместительный. Нормальный. Тут у нас есть мусорные пакеты. Сушка для посуды, если мы посуду помыли. И моющие они предоставляют. Такой красивый экран мы у себя уже хотим. Достаточно удобный. Что, виды? Ну, какие попадутся? У нас вот такой вид. Тоже, что непонятно, почему два стульчика для столика маленького. Если здесь две большие кровати. И, допустим, кто-то приедет. Четыре человека по два на каждую кровать. Как они тогда будут завтракать по очереди, получается. Только один вариант. Ну, короче. Не все продумано до конца. Или, скажем так, как получилось, что впихнулось сюда, то не сделали. Но мне вот так внешний номер очень нравится. Все красиво, все стильно, аккуратно, все свежо, новенько. Ну, когда ты уже начинаешь присматриваться, да, там, когда ты сидишь, завтракаешь. И начинаешь рассматривать там окошко и так далее. То ты уже понимаешь, что как бы с чистотой вопроса. Так выглядит ванна. Кстати, вот после того, как помылся, можете видеть сразу еще один минус. Такой сильнейший пар. Здесь хамам можно устраивать. Но на две ночи не на месяц, конечно, поэтому, в принципе, нормальный номер. Хочу закончить это видео все же красивыми видами природы. И хочу сказать вам, что каждые выходные мы теперь думаем о том, когда же мы уже опять поедем на это озеро. Или на другие озера. И будем исследовать Канаду еще больше и дальше. Что же, спасибо, что посмотрели это видео. Если у вас возникли какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу в комментариях. Мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok